Мы говорим о технике безопасности и работе с этим прессом. То, что я тебе рассказал, плюсы и минусы, это одно. Но нужно еще помнить, что сельхозмашина, такая как пресса, представляет огромную безопасность для человека при работе с ней. Нужно ее строго соблюдать. Ты хоть и получил образование, но сельхоз там немножко по-другому. Ну, короче, значит, возможные нюансы, которые будут возникнуть. Набираешься камер, начинаешь ее открывать. В зависимости от того, какого сена там было, значит, от фракции, значит, зависит плотность рулона. В общем, было у меня такое, значит, я открываю полусферу, рулон висит и, значит, не выпадает. Я, значит, и не включаю отбор мощности, выключаю, он все равно, значит, не выбрасывает. Что для этого подбесмотрено? Значит, цилиндры подняты. Вот цилиндры в полнятом положении. Фиксируется с топора. То есть перекидывается вот сюда вот, на цилиндр в топор. И он фиксируется для того, чтобы, значит, полусфера тебя не придавила. Или, значит, оператора, который работает на этой машине, не придавила. В общем, у меня было такое, что я никаким образом уже завязал и все, все, и не могу выбросить. Мне что пришлось? Брать нож и разрезать полностью рулон на две части. И выщипывать его, чтобы не придавило. Вот эту вот полусферу, значит, надо зафиксировать. И тогда можно будет работать безопасно. В советские времена этим по технике безопасности отвечал либо инженер, либо, значит, специальный работник, который вел журнал, инструктировал, значит, обязывал, значит, всех соблюдать правила безопасности. В настоящее время получается так. Ты купил, это твоя проблема. Что с тобой случилось, тоже говорят, проблема. Еще у меня, со мной было здесь вечер. Еще раз. Летом, было, ну, летом, была жара. Часто в одиннадцать выехали, к обеду все, как у нас, как обычно бывает. Все лежит в волках. Работали вдвоем. Я, значит, я работал, значит, под наем. Дал свой трактор, второй, значит, он делает волки, гребет, а я хожу, подбираю. Все, подходит туча, все, тот прибегает, ой, давай быстрее, быстрее, все пропало, все пропало, давай быстрее. Но когда, как обычно, быстрее, значит, что-то, что-нибудь случится. Бывает такое, что нитка обрезает, от качества нитки зависит. Нитка обрезает во время, значит, и она в натяжке. Нитка наматывается вот сюда вот, и, значит, при опускании иглой она не попадает, значит, в волок, не завязывается. Приходится выходить, нитку поплавлять вот так вот и немножко вытаскивать. Тогда нитка проходит. Ну, и тоже такой момент проходит, не всегда. Самое лучшее, это на конец нитки, пучок, на конец нитки, значит, взять в пучок травы, завязать сюда, засунуть и поплавить сюда. И все, значит, нажимаешь кнопку, значит, игла пошла, пучок травы засасывает труло, и, значит, он начинает завязывать. Эту операцию, значит, приходится выполнять с включенным валом отбора мощности. Ну, тут, что гения, это, делал точно так же, все нормально. Сюда вот подойди. Делал все так же, как обычно, ничего особенного. Но, значит, погода испортилась, значит, начиналась гроза, ветрено. Я подошел здесь, работал, был вот в такой же жилетке, только она была чуть поплотнее. И получилось так, что дунул ветер, жилетка была на мне не застегнута, и жилетку накрутила вот в это место. Вот кардан, переходник, вот здесь вот один, значит, один штырь торчет для перехода на наш российский вал. На импортных, для того, чтобы не произошло, значит, отпирание, и откативание вот этого кардана, отбора мощности, два штыря, значит, находятся параллельно друг к другу. Они выступают, вот в данный момент здесь стоит защита, я поставил кузовик, а тогда ее не было. Ну, зачем у нас, зачем? Ничего не будет. Ну, короче, закрутила, значит, зацепила жилетку. Что там дальше произошло, мне сказать трудно. В общем, я только увидел, что земля-небо, земля-небо, потом я очутился на земле, ну, все, осознал, что что-то не то, встал, посмотрел, ну, что-то вроде кости не хрустят, ну, рука что-то болит. Значит, ну, все, смотрю, здесь вот, когда нацепился, жилетка и вся одежда, значит, футболка, какая она мне была, вот таким комком висит на кардане, в общем, получил травму. Незначительный. Фотографию потом покажу. Значит, пошел, вал от болом в шести выключил, все назад соединил, ну, это в горячке все это, все это доделал, съездил, там оставалось буквально на 15 минут. Домой приезжаю, одеваю футболку, а у меня в футболку рука не лезет. По фотографии там, значит, на первый день было, а потом там было еще страшнее. Ну, короче, соблюдай технику безопасности. Перед тем, как выйти из трактора, обязательно нужно выключить вал отбора мощности, остановить пресс, его работу, и только потом уже выполнять, там, какие-то операции, значит, или что-то устранять. Вот настоящий пресс, в шести второй, представляет огромную опасность. Опасность заключается в том, что все валы и все агрегаты находятся в открытом доступе. Стоя перед прессом, на валке пресс работает, валок может резко пойти в пресс, человека может перевернуть и засосать туда в пресс. Либо, значит, когда ходишь вокруг него при работающем прессе, не стоит к нему подходить ближе к 23 метрам. Возможен такой вариант, что кардан может отцепиться, либо отклониться здесь, вот так и стоим, и кардан может отлететь и внести какую-либо травму. Все достаточно.